Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, чтобы, скажем так, заметить, что ответ Кудрячева Игоря Леонидовича, на мой взгляд, является сербом. По хорошим ответам, ну то есть самым таким, полным, нацеленным именно на, собственно говоря, результат. Вот. Очень жаль, что вы поставили ему дизлайк, вот. Может быть вам не понравилась форма его ответа. Но, тем не менее, смысл его ответа именно таков. Именно вот такой ответ отражает реальное положение вещей у вас. Вот. Дальше. По поводу вопроса, что он чувствует и думает на самом деле, это вопрос, к сожалению, не к психологам. Это вопрос, скорее, к эзотерикам. Это в разделе эзотерики. Вопрос, потому что именно там, в разделе эзотерики, вам могут помочь узнать, что думает тот или иной человек. Вот. Это первый, это второй момент. Третий момент. Значит, что все это значит? Это значит, что вы попали в треугольник Карпмана, в котором вы являетесь спасителем для своего мужчины. Любимого. То есть, есть вот у него жена, которая тиран, которая... Ну, которая его удерживает, да, которая стоит над ним. Или есть родители, которые уставят ему ультиматумы. То есть, тоже тираны, да, принижают мужчину, не дают ему ему чувствовать себя свободно. Есть вы, которая жалеет своего мужчину, принимает его и спасает. Есть сам мужчина, который здесь является жертвой и не хочет нести ответственность ни за себя, ни за вас. Потому что, если бы он хотел нести ответственность за вас, он бы никогда не подверг бы вас такому испытанию, как, например, предложить отношения, зная или имея в виду, что у вас уже... То есть, у него уже есть отношения со своей женой и они как бы относительно хорошие. То есть, она его проектирует. Кроме того, если вы говорите, что отец очень жесткий человек, да, то мужчину вашего он, скорее всего, подавляет. Вот такие вот жесткие, сильные родители, они, как правило, имеют слабых, бейсбольных детей, которые борются вот так вот, как борется ваш мужчина. То есть, любовница, да, на стороне... Потому что женой не очень хорошо получается все. То есть, свои желания тайком реализовывать. Но до конца, до конца, как вы и сказали, такой мужчина не пойдет. И это, к сожалению, это, к сожалению, так. И дело не в нем, а в том, что вот таким его воспитали родители. И чтобы это изменить, ему нужна работа. Работа над собой вместе со специалистами. Да? Вот. Дальше. Значит так. Как выбираться из сложившейся ситуации? Пишите вы. На мой взгляд, на мой взгляд, выбираться из сложившейся ситуации вам нужно следующим образом. Мужчина сам от вас не отдалится. То есть, он, возможно, за эти пять лет, что, чтобы вместе, чтобы с ним, да, он, возможно, за эти пять лет привык к вам, привык, что вы с ним вместе, вот, привык, что вы рядом. И, соответственно, значит, скорее всего, он не захочет что-либо менять сам. То есть, самостоятельно он от вас не откажется. А это значит, что нужно брать дело в свои руки, да, нужно самостоятельно принимать решения, вот, самостоятельно делать выбор. То есть, если вы видите, например, что мужчина топчется на месте, да, вот, если вы видите, что такая история происходит, то, соответственно, вам нужно сделать что-то, чтобы само его подтолкнуть. А что может, значит, подтолкнуть человек сильнее, чем ваше собственное решение, решение, например, с ним не взаимодействовать? Вообще. Ну, то есть, просто, вот, вообще не взаимодействовать. Что может быть лучше этого решения? Поэтому выбираться из этой ситуации нужно для начала, да, вот, именно для начала. Через свое собственное решение не взаимодействовать с человеком до тех пор, значит, пока он не примет какое-либо решение, да, относительно своей дальнейшей жизни. Ну, и уж совершенно точно не взаимодействовать с ним, как, значит, ну, как женщина, да, то есть, не пускать его к себе домой, например. Например, значит, тем более, тем более, тем более, тем более с ним не спать, вот, безусловно, да, потому что это демотивирует мужчину. Что-либо делать вообще. Вот. И дальше смотреть на его, собственно говоря, поступки. То есть, если человеку вы все-таки дороги, он обязательно что-то припримет, он обязательно пойдет до конца, как вы говорите. И, значит, по итогу, значит, ну, вот, по итогу, по итогу вы сможете увидеть, значит, его истинное, ну, я считаю, я считаю так, истинное отношение к вам, ну, вот. Какое оно будет? Это истинное отношение к вам. Это, конечно, вопрос, потому что, ну, это требуется еще только, на мой взгляд, ну, изучить, да, требуется понять, исследовать, потому что мужчина, мужчина, может быть, и сам не знает, как он относится к вам. Но, тем не менее, если вы не боитесь, значит, какого-то результата, да, то я рекомендую вам, значит, активно поступать, вот, примерно, ну, примерно так, примерно так, примерно в таком ключе. Дальше. Дальше. Вы пишите, я пять лет встречаю женатых мужчин. Скажите, вот, если вы пять лет встречаетесь с женатом, на что вы, может быть, рассчитываете, чего вы, может быть, хотели бы, вот. То есть, чем обусловлена вот эта вот позиция ваша, да? Чем обусловлена ваша позиция? Чем обусловлено такое стремление, значит, быть именно с вот этим человеком? Человеком, который по факту вам не принадлежит. Если вы его любите, то хорошо, если вы любите его. Но тогда, если вы его любите, то вам по идее, я специально говорю по идее, должно быть достаточно того факта, что он счастлив. Но вам же этого недостаточно, получается. И если вам этого недостаточно, да, если вам этого недостаточно, то получается тогда, что все дело не совсем в любви. Да? А дело здесь немножко в другом. В чем-то. Дело здесь в том, чего вы хотите. Дело в том, что вам нужно. Так что вот здесь, конечно, надо бы все-таки преследовать именно данные аспекты. Вот. Надо все-таки преследовать данные моменты. Надеюсь, что вы понимаете, что далеко не совсем нормально то, что вы встречаетесь с женатым мужчиной. Это не совсем нормально. Это не совсем нормально. Это скорее говорит о том, что вы считаете себя достойной того, чтобы встречаться с мужчиной, который не воспринимает вас как единственную женщину в своей жизни. И вот это, вот этот факт является, на мой взгляд, самым таким прискорбным, самым печальным и тревожным. Кстати говоря, именно о нем и говорил мой коллега, когда говорил об определенного рода страхах. Например, страх одиночества или что-то такое. Так вот это то, о чем говорил мой коллега. Что у вас есть некие субъективные причины для того, чтобы быть или связывать свою жизнь на протяжении пяти лет с женатым мужчиной. Надежды, желания, ну, какие-то желания, какие-то надежды. Вот. И это проблема. Понимаете? Вот это сама по себе, это само по себе точнее. Это проблема. Но это можно, конечно, подкорректировать при желании. А пару недель назад он попытался развестись, сказал жене, что любят меня и им будет помогать. У него ребенок шесть лет. Ну, а что здесь можно сказать? Если мужчина через пять лет попытался развестись, то, по моему опыту, это чистой воды по колзухам. То есть, мужчина не рассчитывал развестись до конца. Вот. Мужчина, скорее всего, хотел вам показать, вам показать, что он попытается развестись. Он попытается это сделать. Вот. Ну, а получится у него или нет, это уже не от него зависит. Потому что разводиться ему нужно по-хорошему. Не для вас. Не для того, чтобы быть с вами. А разводиться ему нужно по-хорошему, потому что он не хочет быть женой. А мужчина проблему не решает. Так. Он жил с ней, влюбился в вас, ну, или начал отношения с вами. Вот. И в итоге хочется от нее сразу идти к вам. Это нечестно ни по отношению к ней, ни по отношению к вам. Опять же. Потому что никого из вас он не воспринимает как самостоятельных личностей. Как отдельно взятую женщину он не видит ни вас, ни свою жену. И вот это нужно понять. Потому что жена, это, ну, понятно, это уже, это жена, да, это уже так, к кому он относится, ну, скажем так, не совсем хорошо, да. Всего ряда причин. Вот. А вы это та, кто выигрывает на фоне жены. Но, пока есть жена, вы выигрываете только. А если жены не будет, не факт, что вы будете выигрывать. Потому что те аспекты, да, которыми вы его привлекаете, при наличии своей доступности будут идти на понижение. И вы волей-неволей будете сравнивать себя с женой. Она-то ведь смогла его удержать больше, ну, как бы, он же, вот, ну, женился на ней, значит, она его всегда привлекла. Вот. Поэтому, если вы действительно хотите быть с мужчиной, то я рекомендую вам обратить внимание на жену. И посмотреть, чем она привлекла его, чтобы взять на вооружение эти качества и именно чем привлекла. И соединив с тем, чем привлекаете его вы, стать для него лучше. Другое дело, захотите ли вы быть, по сути, женой, да, для него. Ну, вот, по сути, да, еще одной женой. А без этого шансы, что мужчина будет с вами, ну, не то, чтобы не велики, они просто очень, знаете, очень спонтанны. То есть, может быть, да, может быть, нет, неопределенность. Если бы мужчина развелся бы со своей женой, какое-то время жил один и хотел бы быть с мамой, да-да, тогда это действительно выглядело бы чем-то серьезным и имеющим значение. А так, так, к сожалению, нет. Дальше, ну, вот здесь он сразу, как бы, обрадуется, да, что будет помогать. Жена сказала, что не даст разговоры, что будет любить двоих. То есть, жена, она в нем нуждается. Жена, она от него зависит. И у жены, в общем-то, тоже заниженная самооценка. Да, теперь вот смотрите. У жены заниженная самооценка и у вас заниженная самооценка. Ну, потому что свои пять лет позволяли себе встречаться с женатым мужчиной. То есть, тем, кто не воспринимал вас, как единственную женщину в своей жизни. И как вы думаете, это случайно, что мужчина выбирает именно таких женщин? Нет. Потому что только такие женщины, скорее всего, с ними отношения поддерживают. Родители его поставили в ультиматум, если он бросит семью, то от него откажется, понимаете. То есть, это вообще ориентир не на своего ребенка, да, со стороны родителей, а на то, что нужно, на какие-то догмы, на какие-то установки. И ваш мужчина испытывает влияние, испытывает воздействие этих самых, значит, этих самых догм на себе. Если честно, я была уверена, что на этот раз мой любимый мужчина пойдет до конца. То есть, уже попытки были. Уже попытки были. Как он сам сказал, сейчас топчется на месте. И будет топтаться. Потому что жесткий отец, жесткая работа над собой, неуверенный в себе, страх перед этими ультиматумами, позволение себе поддаваться манипуляциям и мешает мужчине сделать шаг вперед. Дальше. Первые дней пять, после этого он пытался свести общение со мной минимум. На минимум намекнул, чтобы я его не трогал и сказал, что не хочет, чтобы его ребенок рос без отца. Ну, то есть, это вот, по сути, такое внушение родителей произошло, да, то есть, внушение еще и внушаемых. Я выполнил его просьбу, не звонил, а общался только по работе. К сожалению, мы давно работаем вместе, буквально в одном кабинете и увидимся каждый день. Ну, здесь, в принципе, вы поступили правильно, но только с обязательной оговоркой, что дальше. На что вы рассчитывали. Затем он стал приезжать ко мне домой, через поправку узнавал, где я нахожусь, при встрече говорил, что любит меня безумно, умрет без меня и так далее. Ну, понимаете, вот здесь уже перенос ответственности идет. Вы говорите, зачем он стал приезжать ко мне домой. Он сказал, нет, это вы, вы позволили, позволяли ему приезжать к вам домой, да, вот. Он узнавал, где вы находитесь и при встречах говорил, ну, ведь вы же соглашались на эти, на эти встречи. Для чего? Что хотели? Вот, любит меня безумно, умрет без меня, самое страшное, для него это не потерять меня. И вот вы считаете, что подобная позиция, жалостливая позиция, да, позиция, при которой вам становится жаль мужчину. Вы считаете, это позиция достойная, достойная вашего спутника жизни. Далее, вы пишите, что мне, конечно, мне становилось жаль его, сердце, сердце таяло. Конечно, пишите вы. То есть для вас это абсолютно норма, Мария, что вам становится жаль взрослому мужчину. Тогда давайте подумаем, что происходит, когда человека жалеют. Тот, кто жалеет, ставит себя выше того, кого жалеет. Получается, что вы нуждаетесь в том, чтобы поставить кого-то ниже себя, от себя возвысить. Почему вы в этом нуждаетесь? Потому что, когда вы не жалеете, вы чувствуете себя ниже. Ну, вы чувствуете себя неуверенно, неуверенно. И, как вы понимаете, позиция, что, скажем так, позиция я минус, вот как вы о себе думаете, это позиция, ну, по сути, которые определяют весь ваш жизненный путь на самом деле. И вот это нужно в первую очередь выяснять. Но это причина того, почему становится возможно для вас жалеть человека. То есть, то, что вы сразу поняли правильно меня. Жалость сама по себе, чувство деструктивное. И лишает человека возможности самому что-то делать. Можно помочь, можно посодействовать, можно посочувствовать, да, но не жалеть. То есть, позволять чувству менять свое отношение к человеку, как это делаете вы, что оставит сердце. По сути, по сути, вы выполняете роль родителя, испытывая чувство жалости к своему мужчине. Дальше. Хотя не могу сказать, что я злилась на него, я приняла его выбор, уже старалась думать о себе, как мне здоровить дальше в свою жизнь. Мария, здесь я могу сказать, что вам нужно все время думать о себе. Вам нужно, не прекращая думать о себе, потому что жизнь ваша, вы ее живете. То есть, вы тратите свою жизнь на того, кто вам не принадлежит. Вы тратите свою жизнь на того, на того, для кого вы не единственная. Понимаете? Вот. И здесь волей-неволей напрашивается тоже вопрос. Вы пишите, что я старалась думать о себе. Старалась. А вы о себе не постоянно думаете? Дальше. Как мне строить дальше свою жизнь? Опять же, это вопрос. То есть, это действительно серьезный вопрос для вам. Если да, если это трудный вопрос. В чем трудность? А трудность в том, что вы ориентируетесь не на себя в отношении, а на другого человека. На мужчину. То есть, вас нет, как бы. Есть мужчина, его интересы. И есть вы, которые пытаетесь его поддерживать. Вот. А вы себя теряете. И отчасти поэтому, ваш партнер так вас и видит. Если вы растворяетесь в нем, или недостаточно отстаиваете себя и свои интересы, то вас перестанут ценить и воспринимать всерьез. Дальше. Я сказал ему, что так не может продолжаться вечно, что ему придется сделать выбор. Нельзя мучить ни себя, ни его, ни меня. Он сказал, что подумать об этом серьезных сроков не обозначал. Вот. Ну, опять же. Если бы он действительно хотел этот вопрос решить, он бы уже давно сам бы все обдумал. Потому что проблемы с его трепежащей, вряд ли вы раскрыли ему глаза. А так он пообещал, сроков не назначил, но все равно хочется отношения с вами. Вот. А вы ждете от него более черного поведения. Потому что это неприятно вам. Так вы обратите внимание на то, что неприятно вам. И сделайте что-то, чтобы это прекратилось сами. Не ожидая от мужчины, что он это сделает. Понимаете? Дальше. Так. Кстати, он хочет, чтобы наши отношения продолжились. Для чего? Мне это неприятно. По какой причине? Все-таки было бы честнее ему взять паузу, побыть одному принять решение. А что вы сделали, Мария, для того, чтобы он так поступил? Опять же, вы как бы за него решаете, как было бы честнее ему поступить. Руководствуйте, руководствуясь своими чувствами. Вместе с тем. Понимаете? Понимаете? И вы считаете, это здорово? Вы считаете, это прекрасно? На мой взгляд, это как минимум переносит ответственность себя на другого человека. Получается, что он остается жить в семье, а там вроде все утихамилилось. Понемногу сказал, что жена простила его, борется за него. Интересно, как? Со мной взгляд по-прежнему. Ну, правильно, вы же позволяете? Я запутался. В чем? В чем? Когда он рядом, я верю его словам. Стоит мне остаться одной, и, как мне кажется, он говорит от меня взглядом. Это говорит о том, что вы внушаемый человек. Мужчин судят по их действиям, а не по словам. Вот. Если вы вот эту простую истину для себя не примете, будет вам сложно. Мужчина, мужчин судят по действиям, по поступкам. И то, что вам наедине с собой кажется, что он скрывает от вас правду, это не случайно. Это не случайно, а связано это с тем, что у вас своего рода паранояльное поведение. Да, то есть, ну, что-то вроде параноя, но не параноя. И это связано с тем, что вы действительно видите не застыковки. Вам просто нужно прислушаться к своим чувствам и реализовать их. То есть сказать, я достойна того, чтобы у меня был единственный мужчина, чтобы я его ни с кем не делила. Ты достойна того, чтобы у тебя была одна женщина, вот. Я не достойна того, чтобы быть, значит, ну, чтобы быть, например, любовницей, да, быть не единственной. Я достойна этого. Это то, что вам кажется. Хочется услышать советы профессионалов, что это значит и как выбраться из этой и сложившейся ситуации. Ну, если говорить именно о треугольнике Карпман, да, о котором я уже упомянул, то имеет смысл вам перестать мужчину жалеть и перестать испытывать к нему вот это вот родительское чувство такое, знаете, жалости. Вот. Потому что он будет выставлять себя несчастным, он будет выставлять себя жертвой, будете его каждый раз жалеть. И это будет создавать ощущение, что вы в отношениях. На самом деле это не отношения. Это суррогат. Причем очень такой, знаете, грубый и некачественный. Вот. Это первое. Второе. Второе. Значит, ну все-таки вот обработать над своей самоценкой и над тем, собственно, вот то, что вы уже сделали. То есть думать о себе и о том, как строить вашу жизнь. Вот это нужно делать только без, эм, без интеграции в это другого человека, кого-либо, на самом деле. Не важно, кого. Вот. Ну и все-таки некое такое обоснование, да, должно быть некое обоснование того, почему пять лет вы встречаетесь с женатым мужчиной. Вы сами вот как считаете? Это нормально для вас? Вы сами как считаете? Вы, вы, эм, достойны большего? Достойны того, чтобы мужчина был с вам, ну, чтобы он видел только вас, чтобы хотел быть только с вами и так далее. Вот. А что для этого делаете? Что, ну, чтобы это было? Что делаете? Что предпринимаете для этого? Я думаю, что так вот можно вопрос ставить и уже, соответственно, исходя из этого, при вашем желании можно уже, эм, что-то делать, что-то делать. Да, можно уже, будет что-то рекомендовать. Вот. Эм, значит, в целом, эм, в целом я бы хотел, э, еще раз обратить ваше внимание на то, что текст, который вы, э, пишете, да, он, знаете как, вот у меня такое ощущение возникло, депрессивно отстраненный. То есть, как будто вы не верите в то, что все у вас хорошо получится, вы не верите в то, что уже все будет хорошо, и при этом вы не желаете, э, полностью, э, признавать наличие проблем, проблем, ну, опять же, я не уверен, может быть, э, может быть, я не прав, может быть, но так не видится. Вот. Эм, дальше. Эм, хотел бы еще обратиться к, э, ответу Кудряшова Игоря Леонидовича, да? Вот он пишет, что, э, ваш муж четко обозначил, что семью не бросит. А, здесь я, на самом деле, э, с коллегой не совсем согласен, да, ну, почему я выбрал этот ответ, потому что, э, вы поставили ему дизлайк, а я считаю его, э, э, как бы, сам, сам таким, э, полнооправняющим вашу ситуацию. Вот. Мужчина не обозначил, что не бросит семью, он сказал, что не хочет, чтобы ребенок рос без отца. Интерпретировать это можно по-разному, то есть спросить. Хорошо, ты не хочешь, чтобы ребенок рос без отца, а ты считаешь, что, э, ребенок, ребенок будет жить без отца, если мы с тобой будем вместе, например. А ты считаешь, что ребенку будет лучше, если, э, он будет жить с отцом, но который не любит его маму, например, 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 да? Вот. То есть тут нужно более детально. Дальше, э, значит, э, коллега пишет, что э, э, вы готовы к той роли, что он вам, что он вам определил в своей жизни, э, роли любовницы. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, к роли любовницы вы не готовы, конечно, то есть вы не хотите быть любовницей, все-таки я чувствую вас, э, э, отношение к себе все-таки хорошее. Вот. Есть, э, вы стараетесь, стараетесь. Скорее всего, вы думаете, что, э, мужчина рано или поздно бросит жену, уйдет к вам. И, э, э, из, э, из расчета на это вы, э, 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 вот это все позволяете. Проблема в том, что мужчина не уйдет никуда, если вы будете его жалеть. Если вы будете вести себя так, как вы себя вели все пять лет, мужчина никуда не уйдет. А, дальше, э, вот стекаться это с того, что вы запутали, здесь мне это честно тоже непонятно, в чём именно вы запутали. Э, э, давайте, вот, вернемся. Значит, получается, что он остаётся жить в семье, там вроде всё утихомирилось, и она сказала, что простила его и борется за него, и со мной всё по преднему, я запутался в чём. В том, что он говорит, что хочет продолжать отношения, что, значит, ну что вы ему нужны, он вам говорит. Да, вы действительно ему нужны, потому что с вами он чувствует себя лучше, проблема в том, что это эгоистичная позиция, семья для него это стабильность определённая, со с вами он живёт эмоционально. Вот. То есть мужчина, по сути, хорошо устроился за ваш счёт. И здесь, опять же, вы спросите себя, вы хотите быть для него таким поддерживающим фактором, или вы всё-таки хотите быть равноправным партнёром в отношении. Ну и, соответственно, по поводу безвознательных строков, например, перед замуществом, да, и так далее, и её проблемы с самооценкой. Это, на мой взгляд, конечно, весьма-весьма верно интерпретация, вот, верно постановка вопроса, вот вопрос в том, готовы ли вы с этим работать. Вот, так что подумайте, пожалуйста, вот, и выбирайте себе эксперта и начинайте работать над собой, не над мужчиной, да, а над собой, над своим отношением к себе, над тем, на вашем ли пути вы находитесь. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!